Занимаясь конструированием в системе автоматического проектирования SOLIDWORKS, рано или поздно приходится столкнуться с такими элементами, как сварные конструкции. Есть два основных способа работы со сварными изделиями. Первый — простой и достаточно понятный интуитивно, и представляет собой работу со сварной конструкцией так же, как и с обычной сборкой. Для этого можно создать файл сборки, открыть библиотеку проектирования, тулбокс, перейти в одну из папок с типовыми конструкционными элементами, например, высо, выбрать элементы конструкции, сталь, и выбрать, к примеру, профильную трубу 20х20. Пусть она будет 500 мм длиной. Сделаем рамку 500 на 340. Добавим два элемента профильной трубы 20х2500 мм. И таким же образом из библиотеки проектирования добавим два элемента профиль 20х20 со стенкой 2 по 300 мм. Подтвердим выбор. После того, как элементы добавлены, их необходимо отпозиционировать друг относительно друга. Это делается через сопряжение. Точно так же, как и с любыми другими элементами. После того, как закончено позиционирование элементов, необходимо перейти в меню «Вставка», выбрать элементы сборки и из элементов сборки выбрать сварной шов. В древе «Построение» откроется меню «Настройки», «Пути сварки». Можно задать сварочный шов. Как геометрию сварки для этого выбирается две геометрии, между которыми будет проходить сварной шов. Если геометрия совпадает либо имеет зазор с одинаковым расстоянием, шов создается автоматически. Если геометрии не совпадают, необходимо использовать инструмент «Путь сварки» и выбрать грани, на которые будет ложиться сварной шов. Также можно задать катет шва, длину и прерывание сварки. После того, как параметры сварки заданы, необходимо подтвердить операцию. В окне «Программы» создастся визуализация сварного шва, а в древе «Построение» в папке «Сварные швы» появится добавленный сварной шов. Нажав на него правой кнопкой мыши и выбрав в меню «Свойства», можно настроить его материал, процесс сварки и прочие параметры, которые будут впоследствии отображаться в сборочном чертеже, как спецификация сварного соединения. Также, если необходимо добавить заглушки на торцы профильной трубы, сделать это можно, создав элемент необходимой геометрии и разместив его в сборке. Немного сложнее все становится, если конструкция должна быть замкнута. При построении замкнутой конструкции из профильной трубы профильная труба должна быть срезана под 45 градусов. И тут возникает ряд проблем, так как редактировать добавленные из библиотеки проектирования элементы нельзя. Поэтому для создания сварной конструкции с загнутой геометрией необходимо создавать эскиз, содержащий профиль будущей твердотельной модели профильной трубы, вытягивать его на необходимое расстояние, делать срезы, после чего уже собирать сборку и, как было показано ранее, добавлять сварной шов. Также, используя данный метод проектирования сварных конструкций, каждый из элементов будет представлен отдельным файлом, если это проектирование твердотельных элементов, либо как типовой элемент в файле сборки, что увеличивает конечное количество информации в папке проекта и не всегда может быть удобно. Есть другой способ создания сварных конструкций, он происходит также при помощи инструмента сварной конструкции, но конструкция собирается в файле детали. Создадим файл детали, в файле детали добавим панель инструментов сварных элементов, для этого на заглавии рабочего окна программы SolidWorks выберем правой кнопкой мыши и активируем кнопку сварные детали. После активации добавится меню сварных элементов и первым в этом меню будет трехмерный эскиз. Создадим. Активировав трехмерный эскиз при помощи инструментов эскиза, построим прямоугольник с необходимыми размерами. Обратите внимание, что используя трехмерный эскиз, необходимо первым шагом отравнять вид в основном рабочем окне программы, чтобы было проще моделировать тот или иной узел. Также стоит обратить внимание на то, что последующие операции по построению конструкции с профильной трубы либо любого другого элемента будут происходить с учетом того, что в линии в построенном эскизе являются осевыми линиями для твердотельных элементов. Так как необходимая рамка имеет размеры 500 на 300, необходимо учитывать тот факт, что эскиз должен быть на 20 мм меньше по каждому направлению. Зададим размеры, и это будет 480 на 280. также в трехмерном эскизе можно добавлять элементы во всех направлениях и соединять их между собой для построения в последующем по этому эскизу какой-либо конструкции. После того, как эскиз создан, его необходимо закрыть, после чего в меню сварных элементов будут доступны еще несколько операций. Выберем кнопку конструкция. При активации инструмента конструкция в дереве построения появится окно выбора. То есть можно выбрать международный стандарт это NCMO либо ISO можно выбрать тип элементов, который будет строиться. Выберем квадратную трубу и размеры. Выберем профильную трубу 20 на 20 со стенкой 2. Также после чего необходимо выбрать группу прямых которые параллельны совпадают либо коллинеарны между собой. При выборе прямых инструмент предварительного просмотра покажет как именно будет располагаться профильная труба. Если все выставлено правильно необходимо нажать ОК и повторить операцию для остальных прямых трехмерного эскиза. Добавим еще два элемента, которые будут перпендикулярны рамки и перейдем к формированию стыков. Данный способ построения несколько быстрее предыдущего, но главный его плюс не в том. После того, как добавлены твердотельные элементы в трехмерный эскиз можно перейти в меню «Отсечь и вытянуть» и задать стыки между элементами. В типе угла можно выбрать граничная кромка под углом, после чего выбрать обрезаемое тело и границу отсечения, что сформирует стык под 45 градусов с заданным зазором для сварки. Обратите внимание, что при таком способе формирования элементы используются из библиотеки проектирования, при этом они не создают дополнительных файлов в папке с файлами проекта. И в целом данный вариант немного быстрее предыдущего. Сварной шов же добавляется таким же методом, как и в предыдущем варианте. Для этого необходимо выбрать сварной шов и при помощи геометрии выбрав две плоскости зазоры между которыми одинаковые, задав толщину шва и нажав кнопку ОК, можно автоматически построить сварной шов. Сварной шов также будет находиться в папке сварных швов и его свойства также можно изменить, нажав на него правой кнопкой мыши и выбрав свойства. Также есть другие варианты стыковки профильной трубы, для этого также можно перейти отсечь вытянуть и выбрать допустим граничное стыкование. Используя граничное стыкование можно получить незамкнутую конструкцию и также дополнительно можно выбрать перекрывающий либо не перекрывающую стыковку. Кроме того, еще одним бонусом в использовании данного метода является автоматическое добавление заглушек на открытые торцевые части элемента. Для этого необходимо выбрать инструмент, заглушка, он же торцевая пробка, и выбрать торец изделия, на котором необходимо разместить заглушку. Размещаться она будет несколькими способами наружу, внутрь, либо с заданным вылетом. также можно задать ее толщину и вылет в одну либо в другую сторону. Кроме того, используя инструмент вытянутая бобышка основания, можно создавать сварные конструкции из нетиповых элементов, что в целом тоже достаточно удобно, так как не создает дополнительных файлов и облегчает процесс моделирования. Кроме того, при последующей симуляции с использованием добавлений SolidWorks Simulation либо SolidWorks Simulation Express, созданная данным способом сварная конструкция будет быстрее рассчитываться и расчет будет более точным, потому что в расчете будут принимать участие меньшее количество файлов и элементы и свойства сварки не будут являться отдельными файлами, а будут учитываться как некие переменные внутри одной детали. В целом, данный способ построения сварных элементов я считаю более быстрым и более удобным. После того, как сварная конструкция смоделирована, ее можно сохранить и добавить в любой файл сборки как обыкновенную деталь.